У моей знакомой заболел внук. Оглох. Просто элементарно. Совсем оглох или все-таки что-то случилось? Да, да. А сколько возрастов? Нет, он маленький, он именно на фоне ОРЗ. А как сложнее? И вот сейчас, конечно, она говорит, что работает над этим, что-то такое проявляется немножко, но мне кажется, это очень страшно. Потому что не знаешь просто простуда и не знаешь, чем она закончится. Это особенно у маленьких детей. Официальный партнер программы – салон мебели «Аллегро Стиль», улица Чернышевского, 104. «Мебель Инсайт» предлагает комплексные интерьерные решения, включающие в себя мягкую мебель, гостиные, спальни, столы, а также множество аксессуаров. В наших салонах мы всегда даем уникальную возможность купить элитную мебель со скидкой. Мебель на распродаже очень хочет найти своего покупателя. А ее низкая стоимость связана с необходимостью пополнять салоны новыми коллекциями. Мебель от «Мебель Инсайт» станет красивой деталью, элегантно дополняющей уютную атмосферу вашего дома. Спешите! Ваша мебель ждет вас! Когда маленький был, родители всегда говорили, что насморк обязательно нужно, то есть никогда не запускай себя лечить. И в качестве примера они приводили своего знакомого, одного, который запустил гайморит. Запустил настолько, что, ну, гайморит – это же гной. Так вот все закончилось тем, что этот знакомый просто стоял в голове своего подъезда и что-то взял, просто упал, потерял сознание. И все, и умер. Почему? Потому что, ну, и прошел мозги и… Ну, да, это кости. Ну, я вам могу сказать, потому что у меня у самой гайморит хронический всегда стояли в пятой поликлинике, и мне три раза прокалывали. Это очень страшно. Раздействие прокалывали. Это вообще было, конечно… Ну, вообще, может быть, помогло, но с тех пор у меня… А эффективно ли это? Ну, сейчас как раз время такое начинается, да. И мы все же знаем, мы все занимаемся самолечением. У меня дома стоит аж три аптечки. То есть, я все знаю, очень хорошо работает от рекламы. Арбидол, анаферрон, редуксин, что капнуть, что назально сделать, что все. То есть, у меня постоянно… Так заболели, у меня сразу куча таблеток. Мы все сейчас так делаем. Я не знаю, так не делают. У меня многие знакомые так делают. И я уже себя считаю спецом. Когда я училась в мединституте, нам профессор всегда говорила, запомните, девочки, когда вы закончите институт, выйдите замуж, и у вас появятся свои дети, вы будете их лечить чем угодно, но только не лекарством. Потому что мы слишком хорошо знаем побочные эффекты. Например, в Америке у каждого врача есть консультант-провизор. Прежде чем назначить какой-то препарат, он всегда советуется. Какие побочные эффекты и какие препараты с чем совместимы. У нас, к сожалению, это не распространено. В сегодняшней нашей программе мы проведем окончательный анализ и узнаем, может ли быть насморк смертельным, можно ли с простудными заболеваниями ходить в сауну, плавать в бассейне, лечить дома народными средствами и многое другое. В гостях сегодня у нас замечательный доктор, умнейшая женщина, умнейшая женщина. Мы очень рады, что человек живет в нашем городе. Нина Арефьева, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой отоларингологии Башкирского госмедуниверситета. Главный внештатный отоларинголог Министерства здравоохранения Башкирии. Заслуженный врач Республики Башкортостан. Автор более 400 печатных работ, 19 монографий и 16 патентов. Подготовила 12 кандидатов и двух докторов медицинских наук. Отличник здравоохранения Российской Федерации. Говорят, если у вас аллергия, подумайте на кого. Это связано с психологическим фактором аллергии? Или это все-таки склонность к аллергии? Может быть, наследственность? Что это? Вопрос так поставили. На кого? Да. Вообще-то, наверное, больше будет правильно сказать, на чего. На кого это тоже может быть, но достаточно редко. На кого-то какие-то близкие люди, может быть, тоже может быть, но редко. Да, действительно, аллергии много занимаются. И в последнее время такие новые подходы к этой проблеме. Конечно, если папа с мамой болеют, то пациент в 50 дети тоже будут болеть. Но не обязательно. Сегодня очень распространено такое заболевание, как гайморит. И что метод лечения у нас только прокол? Гайморит. Воспаление в слизистой оболочке носа возникает как осложнение при остром насморке, гриппе, коре, скарлатине и других инфекционных заболеваниях, а также при заболеваниях корней четырех задних верхних зубов. Наиболее частая причина – это вирусы и снижение иммунитета. Главная опасность гайморита в том, что воспаление происходит в непосредственной близости от мозга. Поэтому, если его не лечить, есть риск распространения инфекции в мозг вплоть до летального исхода. У лечения гайморита теперь практически не рекомендуются проколы. Понятно. И мы говорим с вами про острое заболевание. Вот если человек первый раз заболел, этого человека должны лечить врачи общей практики, как во всем мире. Прокол делать не надо, снимки делать не надо. Только потому, как проявляется болезнь, назначается лечение. И очень неплохо лечится. А при хронической? Да. Хроническая – это уже лечит специалисты от рентгарингологи. И мы решаем вопрос. Тогда, да, действительно, но тоже достаточно редко идем на такую процедуру, как прокол. Сейчас достаточно много хороших методов промывания носа, орошения носа, чтобы удалить из носа все плохое. И тогда пазуха сама разгружается, и человек значительно быстрее выходит из болезни. Я противница антибиотиков. Я считаю, что, как сказал один профессор, мы вырастили целое поколение уродов благодаря антибиотикам. У меня есть опыт. Буквально в июне месяце было на двух больших конгрессах. В Дании и в Голландии. Как там относятся к лечению детей с респираторными заболеваниями. И как у нас в России. Так вот, что меня очень удивило, чтобы назначить антибиотик, там нужно, чтобы консилиум из трех врачей разрешили это сделать. Поэтому у них на антибиотике хорошая чувствительность. И если ребенок серьезно заболевает, его можно вылечить. У нас в России, к счастью, сейчас тоже очень меняются подходы к антибактериальной терапии у детей. И врачи осторожно к этому теперь подходят. И назначают только при тяжелом течении болезни, когда действительно это надо. Сначала всегда вирусы, тогда антибиотики нужны. А вот когда уже осложнение, тогда да. Тогда приходится назначать. В последнее время у моих знакомых, у многих, дети маленькие, до года практически, очень часто болеют атитами. Что это такое? Атит. Воспалительный процесс в ухе. Объединяет ряд болезней разных отделов уха, внешнего, среднего и внутреннего. Атитом болеют в любом возрасте, но чаще все-таки дети. Наиболее распространены воспалительные заболевания среднего уха. До трех лет до 80% детей переносят это заболевание. У взрослых оно протекает несколько тяжелее. Самое грозное осложнение атита – частичная или полная потеря слуха. Это что-то повальное? Откуда это берется вообще? Это не повальное. Просто сейчас стали правильно диагностику проводить. Все дети до трех лет обязательно переболевают атитом. У детей, особенно по строению уха, у них легче заболевает ушко. Не всегда диагноз правильно ставят, особенно до года. Это не катастрофа. И ребенок в основном сам даже может поправиться, выздороветь. Но если боль сильная, температура высокая, врач должен помогать. Лечение в основном полностью излечивает, и ребенок во взрослом состоянии проблемы с ушами не имеет. В времена Советского Союза, как мы жили, был один доктор, очень хороший доктор, который говорил, что ухо не помойка, лить туда ничего не надо. Многие еще лечат народными средствами. Начинают что-то туда капать, понимаете. Скажите, пожалуйста, ваши отношения и вообще можно ли быть такими смелыми? Домашними средствами никуда ничего вливать нельзя. А вот лук репчатый. Ни в коем случае. Да ни в коем случае. Да ни в коем случае этого нельзя делать. Потому что это обжигает все, что в нос вводится, тщательно изучается, чтобы это было безопасно. Нос слишком хорошо устроен, защищает замечательно нас. И вот такими средствами мы только навредить можем. А что касается уха, то сейчас тоже четкое разграничение, что в ухе происходит. Лекарства совершенно диаметрально противоположны. Иногда спирт назначают, а иногда категорически нельзя. И поэтому самим, дома, родителям нельзя этим заниматься. Надо, чтобы врач обязательно назначил. Яна слышала о том, что в Америке запретили иммуномодуляторы, потому что они вызывают рак крови. Это правда? Надо сказать, что и в Европе это тоже запрещено. Иммуномодуляторы. Специальные средства, лекарства, которые влияют на иммунитет человека, усиливают его или наоборот снижают. Считается, что с иммуномодуляторами необходимо быть крайне осторожными. Передозировка может привести к серьезным хроническим заболеваниям и впоследствии даже к преждевременной смерти. Среди иммуномодуляторов популярны растительные препараты. Травы, отвары на их основе. Но даже их можно применять только после консультации с врачом. Нигде нет так много иммунных препаратов, как у нас в России. И причем не все тщательно изучены. И вот эта агрессивная реклама по телевизору, она может очень сильно навредить. И вообще, если касаться иммунной системы, первые дни заболевания, острый процесс, никакие иммуностимуляторы не назначать. Не надо мешать организму самому выйти из болезни. А назначается только строго по показаниям. И в период, когда идет выздоровление, не получается, не поправляется. Вот тогда врач-иммунолог может добавить. Но все врачи и подряд все, что знают, назначать не должны. И тем более нельзя в аптеке. Пошел, купил и сразу начинают назначать ребенку мамы, применять родителям или кому-то. Этого не должно быть. Вот у нас жаропонижающие таблетки дают. Ребенок только заболел. И уже для профилактики, пока не развивается болезнь, надо дать жаропонижающие. Я всегда говорю, что до 38 жаропонижающие давать не надо. Это защитная реакция организма. Все горит, и микроб сгорает. Теперь считается, что температура у ребенка после трех месяцев 39,5. Показатель для снижения, с помощью жаропонижающих. А так день-два – это защита ребенка. Он выздоровеет, если он выдержит эту температуру. У взрослых 38,5. То есть поднялась планка. Теперь большая температура требует внимания медицинского. Температура, как говорят академики-иммунологи, это та цена, которую платит больной за выздоровление. Конечно. И жаропонижающие сейчас очень осторожно тоже назначаются. Особенно деткам. У моей знакомой заболел внук ОРЗ. А в итоге закончилось это плачевно. Ребенок оглох. Сейчас пытается, конечно, восстановить. Как часто такие осложнения бывают? К сожалению, сейчас это может быть часто. И называется внезапная глухота. И связано с тем, что есть определенные группы вирусов, которые поражают не только дыхательную систему, но и ухо. И они сразу попадают во внутреннее ухо и гибнут клетки, которые позволяют нам слышать. Но если это учитывается и в первый день начинают лечить, 90% слух восстанавливается. А если мамы не заметили, а потом уже где-то прошла неделя или месяц, значительно тяжелее помочь. Но помочь тоже можно. Очень много вариантов сейчас даже глухим детям вернуть слух, чего буквально 20 лет назад не было. И вы знаете, у нас в Башкирии, надо сказать добрые слова в адресе администрации, наши президенты, выделяются деньги для кохлеарной имплантации. И очень дорогостоящая операция глухим детям проводится у нас в Башкирии. Кохлеарный имплантант – это медицинский прибор, протез, который помещают внутрь уха. С помощью него звуки, попадающие на внешний микрофон, модулируются в импульсы, которые через барабанную перепонку передаются в мозг и воспринимаются как обычные звуки. Такие протезы стоят в тех случаях, когда обычные слуховые аппараты недостаточны для тех, кто страдает потерей слуха. И дети начинают слышать, идут в обычную школу. Поэтому это, конечно, трагедия, но это решаемая тоже проблема. И это очень важно. Значит, если случилось такое, ребенок переспрашивать начинает, сразу врачу спасут. Не получилось, потом тоже есть возможность помочь. И очень даже хорошо. Нина Алексеевна, вы нас сегодня прям и удивили, и порадовали. Мы настолько благодарны, что вы пришли к нам. Спасибо вам большое. Спасибо. И ответили на наши многочисленные вопросы. Мы желаем вам успехов. Спасибо. В вашем труде, Нелю. И спасибо, что вы, наш человек, живете в нашем городе и помогаете всем нашим жителям. Спасибо вам большое. Я буду рада сегодня. Кому-то то, что мы сегодня обсуждали, покажется важным, нужным и в чем-то поможет. Это будет замечательно. Спасибо вам всем. Было очень приятно с вами общаться. Спасибо. Спасибо. Музыка. Музыка очень хочет найти своего покупателя. А ее низкая стоимость связана с необходимостью пополнять салоны новыми коллекциями. Мебель от Мебель Инсайт станет красивой деталью, элегантно дополняющей уютную атмосферу вашего дома. Спешите. Ваша мебель ждет вас. Когда японские мужчины видят первые признаки старения, они делают браки. Женщины много умней. Алло, значит, ты знаешь все мои проблемы? Знаю. Скульптурный глубоко тканный массаж – это уникальная методика омоложения. Это единственная достойная альтернатива хирургическим вмешательствам во внешность человека и альтернатива полностью лишенная риска. Это ручная пластика лица, которая тонизирует, укрепляет, подтягивает все мышцы лица. За счет этого разглаживаются мимические морщины, расслабляются мышцы лица. Техника массажа помогает вернуть коже упругость, придает тонус мышцам и позволяет в буквальном смысле сформировать лицо. Центр омоложения Алены Комаровой.